Новосибирцев атакуют гадюки. С начала сезона в больницы поступили уже 5 жителей области, в том числе 7-летний мальчик. Это больше, чем в прошлом году. Чаще укусы происходят в жаркие дни, так как во время прохлады змеи становятся вялыми и медлительными, а вот жара делает их более агрессивными. Кроме того, по словам специалистов, сейчас у рожденных ползать начался брачный период, и именно в это время змеи наиболее активны. Чтобы узнать, что делать, если вы встретились с гадюкой, моя коллега Ксения Бородкина отправилась в новосибирский серпентарий. Никаких вывесок и опознавательных знаков. Поднимаемся на второй этаж, и вот он, серпентарий. Здесь обитают змеи. Первое, с чем столкнулись, специфический запах. И, конечно, жара в комнате градусов 30. Для змеи это благоприятные условия. Клетки расположены в три яруса, и в каждой по нескольку особей. Можно сказать, это клетка, это у них двухкомнатная квартира. Площадь здесь в два раза увеличена. За счет полика они припрятаться могут там, сверху на горке греться, если им надо. Вторая темная половина с влажным хом, и там вот еще место есть, куда они могут прятаться. Новосибирский серпентарий – уникальное место, единственное в своем роде в России. Здесь живет две тысячи взрослых особей и тысяча молодых. Штат змеи-питомника небольшой, всего четыре человека. Они отлавливают гадюк, кормят их и делают главное – доят. Процедура опасная, нужно забрать у змеи яд. Василий с ними ладит вот уже 25 лет. О такой работе мечтал с детства. За эти годы пережил уже десяток укусов. Но не перестает любить змей. Даже дома держит несколько ползучих. Ну, во-первых, грациозные движения у них. Расцветки они бывают самые различные. Взгляд у них не мигающий привлекает. У них нет век, они не могут моргать. Но ощущения они никакие не противные. Ну, как кожаная сумочка, можно сказать. То есть чувствуются все мышцы, когда она двигается в руках, ее держишь. Красивое животное просто. Все обитатели серпентария – новосибирские гадюки обыкновенные. Но один питомец – зеленый гремучник – приехал из Америки. Сюда его передали предыдущие владельцы пять лет назад. Так и живет в отдельной клетке. Но у него яд не берут, не годится. Остальных доят с промежутком в 10 дней. За моей спиной примерно 200 гадюк. У всех у них уже отобрали яд. Вот он, в этой рюмке. Даже держать страшно. А теперь он отправляется на следующий этап – очистка и сушка. В засушенном виде он может храниться десятки лет. Это смертельное оружие в небольших дозах оказывается полезным. Используют для изготовления сыворотки противоядия, всевозможных лекарств и мазей. Большую часть сырья покупают зарубежные компании. Но и наших отечественных не обделяют. Так в Новосибирской области совместно с «Вектором» начали производить хитозановый гель для лечения болей в суставах. В последнее время змеи попали в список популярных домашних животных. Вместо кошек и собак заводят питонов, удавов, ужей. Хозяева выгуливают рептилий во дворах. Но забывать о том, что они представляют опасность, не стоит. Так, в этом году они успели покусать три человека. Специалисты советуют при виде змеи не брать ее в руки, отойти в сторону. Они вас боятся больше и постараются спрятаться. Но если укуса не удалось избежать, то паниковать не стоит. Действовать нужно максимально быстро и хладнокровно. Попытайтесь выдавить яд из раны и обратитесь в больницу. Там вам поставят противоядие. Ксения Бородкина, Александр Кабукин. Итоги недели.